Пожалуйста, я хочу, чтобы это скорее все кончилось, я больше не могу сидеть 4 недели дома! Всем привет, это Наташа, я надеюсь, вы еще не забыли, как я выгляжу, потому что в начале марта я уехала за границу, и когда я уже вернулась в Россию, объявили пандемию, так что я, как ответственный гражданин, 2 недели отсидела дома, а потом сразу же после этого уже у нас в России официально объявили нерабочую неделю. Получается, что дома вот здесь в квартире у себя я уже четвертую неделю сижу, и в пересчете это получается месяц, и мозг уже начинает плавиться без шуток. Я в начале, когда засела, забила холодильник до отвала, но вот сейчас уже запасы начинают заканчиваться, и я думаю, с радостью думаю, что пора идти в магазин, настал тот самый день. Я, кстати, думаю, что многие меня в этом поймут и поддержат мою радость, потому что сейчас выйти на улицу — это большая привилегия. Но все-таки даже если есть повод выйти на улицу, я думаю, что наша сейчас основная задача — быть во всеоружии, чтобы не заразиться и не заразить окружающих. Поэтому сегодня я покажу вам офигительную вещь для сегодняшнего дня. Ну и на самом деле вообще офигительную, но вот сейчас на карантине особенно крутую. Это рюкзак Fix, и на самом деле я подглядела идею с ним в ТикТоке. Да, я скачала ТикТок, ну потому что было скучно 4 недели сидеть дома, в общем, красавица держалась до последнего. Но на мое удивление там оказались и годные вещи, вот, например, это, которое я увидела, где девушка идет по городу с рюкзаком, а у нее написано «на нем мойте руки». Я подумала, а это очень круто, это очень стильно и это полезно для окружающих. Вообще он не совсем такой, как у этой девушки, потому что у нее обычная версия, а вот эта мини-версия написана для детей, но на самом деле он просто меньше и стоит, при этом он дешевле. Именно поэтому я его выбрала на 6 тысяч дешевле, чем вот тот, который у девочки, обычный рюкзак. И мне кажется, что это важный момент, потому что все-таки 6 тысяч рублей сейчас в условиях кризиса, это достаточно большая сумма. На нее, как минимум, можно купить очень много гречки и очень много туалетной бумаги, если кому-то очень нужно. Открываем, достаем. Так, опа, какие-то ништяки здесь. Рекламный буклет, инструкция по эксплуатации и наклеечки. Приятный бонус, больше ничего в коробке нету, поэтому откладываю ее сразу. Сам рюкзак. Ну, слушайте, мне кажется, он не такой уж и мини. Достаточно вместительный. Здесь сбоку получается карман для бутылки, здесь такой же, с другой стороны. Сзади карманов нету, но есть мягкие проставки. Такая вот лента. Так, лампа, прекрати мигать. Слышите? Поливают дорогу, чистят. Открываем. Сразу здесь вот такой вот карман на молнии. На задней спинке карман для ноутбука или планшета до самого низа. Две резиночки. Сетчатый карман. Кармашки для ручек. И по бокам тоже сетчатые кармашки с проводом для подключения пауэрбанка. Кстати, о пауэрбанке он в комплекте официально не идет, но его можно дозаказать либо на 20 тысяч миллиампер часов, либо на 10. У меня вот такой вот на 20 тысяч. Но если у вас есть уже свой, то можно использовать, в принципе, его. Сяомишная баночка. Redmi. Она брендирована. Написано Pix. Прикольно. Подключаемся. В кармашек убираем. И сразу через приложение Pix Mini подключаемся к рюкзаку. В приложении мы видим несколько изображений. Ну и, кстати, не так много стартовых, которые можно поставить на него. Например, сердечко. Но сердце вот это не анимированное, потому что есть анимированные картинки. Ну, например, вот такой вот осьминожка. Но на самом деле можно чередовать и анимированные картинки, и не анимированные. Ну вот она улиточка, собака, звездочка и лягушка. В принципе, весь зоопарк, который я могла собрать у себя в рюкзаке, я собрала. Но помимо вот этих немногочисленных изображений, которые здесь есть уже в стартовом паке, можно еще качать дополнительные в специальном телеграм-канале. Но этот зоопарк меня сейчас, конечно, мало волнует, потому что рюкзак я все-таки взяла с конкретной целью, и нам нужен текст. Ну, например, «Иду в магазин». Не в Гуще и не в Санкт-Петербурге. Это очень важно. Можно выводить любые надписи на рюкзак. «Я вас люблю», «Вы самые лучшие», «Счастье, здоровье». Главное, чтобы это было что-то позитивное, потому что мне кажется, что негатива сейчас нам всем точно хватает с головой. Если у вас богатая фантазия и прямые руки, то здесь в приложении можно нарисовать что-то свое, а не только написать. Ну, вот, например, вот я сейчас нарисую вот такой вот коронавирус. Мне кажется, что все-таки нужно доверять людям с более прямыми руками. И теперь, когда на рюкзаке вирус, мне нужно срочно дезинфицировать его. Я просто хочу напомнить вам в этом видео лишний раз, что все обязательно нужно дезинфицировать. Кстати, если что, рюкзак благостойкий, с ним ничего не случится. Все обрабатываем. И вы тоже все там обрабатываете у себя, ручки мойте. Кстати, заявлено еще, что он противоударный. И это я сейчас тоже проверю. Вау! Всем своим весом навалилось, тетенька. Уходи, уходи, уходи! И, пожалуйста, я хочу, чтобы это скорее все кончилось. Я больше не могу сидеть 4 недели дома. Рюкзак высох. Как видите, ткань вернулась в прежнее положение. Внутри все тоже хорошо. В общем, с рюкзаком все хорошо. А вот со мной, честно говоря, не уверена. Так, собственно, все. Я подготовилась. Осталось только переодеться и непосредственно идти на улицу. Остальные классные изображения, которые я выведу на этот рюкзак, вы увидите уже непосредственно на улице и в магазине. Так что погнали! Погода просто супер! Наконец-то! Здравствуй, деревце! Здравствуй, лавочка! Здравствуй, мусорное ведро! Здравствуй, мир! Какой чудесный день! Какой чудесный пень! Какой чудесный я! И песенка моя! Ля-ля-ля! Я иду, на самом деле, кстати, и народу просто дохрена. Людей очень много на улице. Я даже не ожидала. Я что, одна, что ли, дома сижу? Причем прикол какой-то? Я всегда хотела собаку, и мне кажется, что сейчас самое время ее покупать, потому что люди с собаками, я вам реально завидую. А вот людям с детьми я не завидую, потому что сейчас все площадки закрыты, и им приходится как-то развлекать своих детей по-другому. Кстати, я сейчас подумала, на этом же рюкзаке есть игры. Можно в том числе их развлекать таким образом. Так что лайфхак для всех родителей. Я иду к тебе. Еда! Зашла, короче, в Ашан. А тут просто очень много людей, несмотря даже на то, что все магазины закрыты. Ну, практически все. Вот мегафон работает, связной работает, ростелеком, и, видимо, все, что связано со связью. Но все вещевые магазины, они все закрыты, и даже на кресле нельзя сделать массаж. В Ашане просят держать дистанцию 1 метр, но всем, короче, пофигу, походу. Так что сейчас на рюкзаке я выведу дополнительно надпись, чтобы люди читали и держались от меня подальше. Невозможно, невозможно держаться от людей на 1 метр. Они все везде, повсюду. Господи, что вам здесь всем нужно? Крупы и макарошки. Это то, что нам нужно. А если я буду в рюкзак сразу убирать еду, не задержат ли меня и не увезут ли в полицию? Это большой вопрос. Давайте померяем, сколько по месяцу упаковок макарон. 10. Я выявила вместительность рюкзака. 10 упаковок макарошек, ракушек поместится сюда. А теперь давайте замерим, сколько поместится банок тушенки в этот рюкзак. Я правда боюсь, что я здесь святу всю полку. Ну, оно же и лучше. 24. 20. 25. Нет, 25. Нет. Блин. 24 банки тушенки сюда поместятся. И проблема не в том, что они сюда поместились. Проблема в том, что это, конечно, сложновато. У них не будет с собой однозначно. Почему не стала брать гречку, а взяла макарошки, ребят? Потому что я тут подумала. И за последние 4 недели, которые я сидела дома на карантине, я ни разу не ела гречку. Поэтому мой выбор в пользу макарошек. Давайте в комментариях устроим битву. Макарошки против гречки. Кто что выбирает. Сейчас я загружу на рюкзак туалетную бумагу и отправлюсь ее искать. Это молоко, это не туалетная бумага, но мне она тоже нужна. План выполнен. Несмотря на то, что вещевые магазины закрыты, в принципе, в Ашане есть вещи на любой выбор. Так что, если сейчас резко страдаете от нехватки обуви, пожалуйста, заходите. Вы знаете, куда. Это не реклама. Просто совет. Красота-то какая, господи. Как же хочется еще на улице побыть, погулять. Этого очень не хватает. Но все равно нужно идти домой, соблюдать гражданскую ответственность и гражданский долг. В общем, прогулка была недолгой, но я безумно счастлива, потому что погода, конечно, потрясающая. Я тут, кстати, подумала, что этот рюкзак может отлично сослужить вам службу не только, когда вы по улице ходите, но и когда вы дома сидите. Знаете, сейчас устраивают флешмобы, вывешивают на балконы надписи «Оставайтесь дома». Вот у меня тоже будет такая надпись, только нано-надпись, которая будет даже видна ночью. И это безумно круто. На этом все. Надеюсь, вы здоровы и счастливы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все полезные ссылочки внизу в описании. Пока!